На контроле Министерство здравоохранения края мониторит температурный режим в Каменской центральной больнице. Брал по-крупному, экс-начальник алтайского УФМС пойдет под суд. Такой футбол выходит на большой экран. Барнаульский режиссер воплотил в жизнь свой сценарий о футболистах-ампутантах. Наши новости начинают свою работу в эфире. К студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. К ситуации с отоплением Каменской центральной больницы, где температура в кабинетах и палатах не поднимается выше 19 градусов, подключился министр строительства ЖКХ Иван Гилев. Решение принял губернатор края Виктор Томенко. Температурный режим в больнице теперь находится на контроле Министерства здравоохранения края. Мощности муниципальной котельной, которая должна отапливать центральную больницу, не хватает. Учреждения приходится продувать тепловыми пушками и обогревателями. Министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что медицинскую эвакуацию пока предпринимать не планируют. К решению проблемы подключились также муниципальные власти. Больше не мерзнут батареи в домах жителей микрорайона ВРЗ. Барнаула снова теплые. Подачу тепла восстановили накануне, спустя три дня после крупной коммунальной аварии. Напомним, порыв на теплосетях, который произошел в минувшие выходные, оставил без тепла почти 60 многоэтажек, несколько поликлиник и больше 200 частных домов. Работы по устранению коммунальной аварии велись все выходные. На вторые сутки отопление вернулось почти ко всем, кроме трех частных домов. Там батареи согрелись лишь на третьи сутки, 10 декабря. В этот же день в правительстве региона прошло оперативное совещание, на котором губернатор Виктор Томенко дал поручение создать резерв обогревателей и дизель-генераторов на случай устранения коммунальных аварий. Бывшего в Рио начальника краевого управления ФМС обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, ее общая сумма составила почти 2 миллиона рублей. Взятки, бывший в Рио начальника, получала от одного и того же человека, директора филиала паспортно-визового сервиса. Взамен именно его услуги предлагали клиентам у ФМС. Несмотря на крупную сумму взятки, бывший в Рио начальник управления свою вину не признал. Сейчас все следственные доказательства направлены в суд. Его обвиняют по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса получение взятки в особо крупном размере за совершение действий или бездействий в пользу взятка дателя. В Барнауле вручили удостоверение экологическим инспекторам. Это обычные студенты, которые будут фиксировать нарушения природного характера на территории края. Например, стихийные свалки, браконьерство, незаконную вырубку леса. Общественники прошли обучение в школе экологических инспекторов и тестирование в Минприроде. Задерживать и выписывать штрафы инспекторы, конечно, не смогут. Их основная работа – оперативное реагирование на экологические нарушения в Министерстве природы края. Все случаи предоставляются и фиксируются уже на уровне наших региональных и федеральных инспекторов в этих сферах деятельности. И наши инспектора проводят всю необходимую административную работу по наведению порядка на выявленных участках экологического нарушения. Сейчас в крае насчитывается более 130 экологических общественников. За прошлый год они выявили около 20 серьезных нарушений. Каждый из инспекторов работает на добровольных началах. По всей стране планируется подготовить более 2000 таких экспертов для природоохранного контроля. Фильм барнаульского режиссера «Такой футбол» выходит на большой экран. Полтора года назад сценарий Андрея Ясаулова признали самым интересным в рамках проведения питчинга на Шукшинском фестивале. На средства губернаторского гранта в сфере культуры режиссеру удалось воплотить идею в жизнь. Лента, на создание которой потребовался год, рассказывает о спортсменах-ампутантах футбольного клуба «Динамо Алтай», которые не раз становились чемпионами России. Правда, по словам режиссера, фильм скорее о стойкости людей с инвалидностью, чем о престиже спортивных достижений. В проекте было задействовано всего 4 человека. Большую часть работы по сценарию, съемке и монтажу выполнял сам режиссер. Самым сложным, отметил Ясаулов, оказалось найти общий язык с героями фильма. Очень много осталось за кадром и очень много осталось даже в кадре, то, чего мы никогда не увидим. То, что мы видим их процесс, их карьеру, но мы же не можем пережить вот эти слезы, вот этот пот, эти вот страдания. Они люди, обыкновенные люди, которые не привыкли к камерам. Режиссер планирует и дальше освещать жизнь людей с ограниченными возможностями, и не только футболистов. Кстати, первый показ фильма «Такой футбол» состоялся на кануне. Следующий для всех желающих пройдет в кинотеатре «Премьера» уже завтра, 12 декабря. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эволар». Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомелатонином для быстрого засыпания. Формула сна усиленная, помогает выспаться за короткое время. Почувствуйте разницу. «Эволар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Сегодня в крае еще потеплеет. Самая низкая температура в Тальменке – минус 19 градусов, Заринске – 17, Бийске – 10, Белокурихе – 7, Рубцовске – до 5 мороза, Барнауле – переменная облачность и 15 ниже 0. Я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова